теперь ребята изготавливаем кедр кедр изготавливается вот есть заводской кедр жилки у меня нет я из кедр жилку делаю из кедра берем заводской кедр отодвигаем отрезаем куски какие нам нужны я покажу на примере одного значит из него делаем жилку как делается жилка вот у меня есть такое специальное устройство вот видите как кедр устроен вставляем и протаскиваем все у нас получилось жилка теперь нарезаем полосы длиной метр ну там на каждое у нас сидение разной длины не буду повторяться там сколько вот и соответственно вставляем в машинку специальную лапку по кедеру из заготавливаем вот такой кедр он у нас должен быть в цвет салона значит я раскроил детали недостающие боковые для передней сидушки я начал самой легкой детали чтобы набить руку значит задняя часть которая подворачивается у нас за зад сидение должна быть дошита не доходя сантиметр до края здесь не доходя сантиметр потому что вот эта часть она должна сюда выступать то есть это пришивается без какого-либо кедера с учетом сжатия то есть расставляете метки и пришиваете и где у меня где-то остается еще по 5 сантиметров по 6 сантиметров подворот то есть она будет повнутрь подвернута даже дошито до сюда и подвернута вот эта часть пришивается тоже согласно меткам значит она тоже у нас пришивается через кедер это без кедера это через кедер это же у нее выход шьется она под край но подворот не делается он потом вручную делается подворот но в принципе вот здесь тоже подворот не надо делать можно вручную но можно пришить так как кедера не будет машинка возьмет но кедер и вот такое количество поролона экокожи машинка не возьмет поэтому просто дошиваю до края и останавливаюсь значит кедер вшивается тоже кедер по меткам уже тоже весь размечен и вшивается между двумя вот этими детальками я не знаю стоит ли это все показывать тратить время в общем что я делаю значит я расскажу что я делаю сначала я кедер пришивают к этой детали я всегда к юбочке пришиваю кедер и потом уже юбочку вместе с кедером я пришиваю к лицу как только что рассказал и потом я вшиваю вот эту деталь после вот этого всего законченного вшиваю деталь швы обрезаю тут не обрезаю а те обрезаю под кедер то есть примерно после шва останется вот такая вот такое расстояние и на вот этих деталях 2 то есть смысл нет показывать покажу как будет готовое изделие ребята передняя спинка соответственно переднего дивана часть одна из самых сложных в этой машине сложность заключается в том что ну вы представьте вот такой металлический каркас вот привезли этот каркас блин и вы попробуйте сделать из него сидение значит значит так значит вот это у нас лицевая часть которую мы уже сшили соответственно вот так выглядит бог боковая часть я к ней уже пришел кедер размерил все расстояния вот так выглядит вниз так про размеры значит вот этот размер 12 по моему сейчас посмотрю да так 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 тогда 12 сантиметров и здесь по минимуму взята под шов вот эта деталь длина ее 240 240 но она потом подгоняется я не буду вам показывать как от все подгоняется это не является никакой тайной это просто невозможно рассказать то есть она подгоняется под длину лицевой части вот этой вот ну и соответственно вот эта часть потом подгоняется под эту часть потому что здесь должен снизу быть подворот куда будет защелка вставляться такая же вот как и на задней спинке в общем то поэтому здесь такой вот очень сложный момент рассказать невозможно здесь даже показать если я вам покажу это тоже будет вы ничего не запомните просто расскажу о последовательности швов значит так берем лицевую часть значит к ней потом пришиваем вот эту часть потом примеряем вот этот размер угол поворота потому что вот эта часть мы пришиваем сантиметр вот и и вот этот надо вот это расстояние нам надо определить здесь дальше будет шовка на котором будет основываться подворот вот этот шов с подворотом должен вот прийти в эту точку это можно только по размере когда вы сюда пришлете приложите вот этот угол и пройдете вот так этим углом тогда вы определите расстояние отстрачиваете подворачиваете вот потом пришивается значит уже когда вот этот вот эту часть готова начинаем пришивать вот эту часть пришиваем эту часть уже с отсроченным низом да и потом пришиваем зад тоже с отсроченным низом уже вот с завернутым и просроченным вот такая вроде бы на словах простая конструкция показывать ее нет никакого смысла как это шьется потому что я нормально не покажу а вы нормально не поймете то здесь есть вещи которые невозможно показать дело в том что на видео это смотрится ужасно это такое ощущение как будто вы взвалили на себя лошадь и тащите потому что вот это все сидение она очень тяжелая несмотря на том что это поролон воздушные все вроде бы воздушная все воздушная да вот так вот детальки вроде бы ничего но когда вы начинаете все это собирать сшивать при длине почти сидение там сколько метр 40 метр пятьдесят по-моему до примерно его ширина вот когда все это вы выкручиваете плечи в общем утром встаешь после такой вот работы утром руки в кулак не смог не можешь сжать настолько тратишь физическую силу при шитье вот этих старых машин 21 волк побед там москвичей там я очень много их переделал этих ретро автомобилей намного проще шить современную машину современная машина шьется очень легко и на ура старинные машины делаются очень сложно вот я за сегодняшний день а сегодняшний день но я начал воскресенье сегодня я где-то с 11 начал работать час вот пол седьмого не шесть часов сейчас я за это время собрал переднюю сидушку и подготовил переднюю спинку ну то есть вот сейчас мне минут тридцать-сорок и и шить короче до 7 вот представьте я за восемь часов бака пришил к сидушке и посчитайте пока пришью к спинке вот представьте насколько это сложно так что покажу как выглядит закончил я спинку переднего сидения покажу как она выглядит пока в сыром виде не натянутая значит это лицевая часть бог выглядит примерно так делается разрез здесь специальная вода здесь механизмы и по-моему болты здесь расположены честно сказать не не привезли боковые механизмы наклона спинки но по-моему они там есть вот так все это выглядит и потом все это закрывается пластиком весь бок так ну и соответственно с этой стороны такая же аналогичная ситуация это утяжки разрез от пластик так ну и тыльная сторона там я не знаю стоит ли ее показывать пильная сторона устроена просто шиткедер она абсолютно плоская и с этой стороны соответственно такой же финал сюда вставляется потом металлическая проволока также как и в эту и стягивается колечками обычными так какие тут нюансы потом сюда будут прикручиваться ручки здесь одна ручка расположена в задней спинке здесь 2 и между ними пепельница ручки мы тоже будем делать ручки возможно тоже покажу если будет у меня желание делаются все это все натянется когда все на каркас будем натягивать все отлично будет и все вот рабочий день рабочий день обошелся мне восемь с половиной часов лицевые части у меня были готовы на передний диван то есть на сидушку и на спинку вот я сделал боковые и заднюю часть ну все собрал соответственно это вот один диван 8 часов эта сборка без лица только боков ну и на спинке соответственно за да вот смотрите расход какой так что завтра мне предстоит еще один день завтра я планирую изготовить все для заднего дивана то есть сидушку там тоже есть мелкие нюансы и спинку смотрим дальше заднее сидение устроено очень просто значит центральная часть у нас центральная часть к ней пришивается задняя часть это так которая будет потом утягивать сзади значит дальше пришивается вот эта юбочка через кедр она юбочка имеет вот такой вот внешний вид вот эти вот места они сделаны специально так они в этом месте находятся в закругленном и потом должны туда разворачиваться и немножко расходиться с той стороны они так хитро крепятся вот и потом к этому всему пришивается вот такая вот юбка длиной 2 метра вот с таким заворотом заворот нужен чтобы убрать спрятать вот это вот место вот здесь вот такое хитрое место вот ну в общем то все шьем как сошью покажу как получилось вот такой задняя сидушка получилось значит это пришит зад пришит бог так называемая юбочка вот и пришита вторая юбочка там из двух частей она состоит вот таким вот образом решита все это все теперь все готово и можно будет приступать к сборке там перед сборкой я покажу к точнее как как происходит сборка потому что поролон у нас без усилителя точнее поролоновая плита которая на каркас кладется без брезентов усилителя поэтому там мы будем ткань класть которая не тянется ну или брезент посмотрим что будет у нас в наличии смотрим дальше следующий этап приступаем к изготовлению задней спинки спинка значит состоит из каких частей нижняя часть боковая часть и задняя часть вот она значит сначала что удобнее пришивать так сначала удобнее пришить наверное все таки вот эту часть она пришивается вот отсюда но соответственно заканчивается сантиметр не доходя ну там миллиметров 12 значит размеряете ее она должна быть обязательно с подворотом она и ширину иметь 12 сантиметров значит вот потом пришивается вот эта часть через кедр кедр у нас уже нарезан подготовлен через кедр все это шьется значит эта часть у нас высотой тоже 12 по моему до 12 сантиметров высотой ну здесь можно в качестве экономии пусть и чуть поменьше у меня здесь действия из отходов это делаю но можно 8 без разницы потому что здесь у нас вообще практически не нужен материал нам надо просто вот эту часть ткани будет перевалить за металлический каркас так пришивается вот эта часть через кедр и потом пришивается соответственно тыльная часть тыльная часть пришивается в ну не сложно догадаться не сложно догадаться она пришивается разводится от центра к краям то есть это задняя часть сидения тоже пришивается через кедр показывать не буду потому что тоже не имеет никакого смысла все равно в видео ничего не увидите нового значит принцип вы запомнили да сначала к лицевой пришивается нижняя потом боковая через кеддер и потом тыльная через кеддер съем вот так выглядит задняя спинка после сшивания это подворачивается потом вовнутрь вот отсюда тоже подворачивается вовнутрь здесь по низу все пришита так это соответственно тоже вовнутрь и это в ту сторону вовнутрь боковина тоже пришита сзади все это выглядит вот так это задняя часть которая идет вдоль лобового стекла лобового заднего заднего стекла она где-то вот так торчит все остальное уходит вниз так что это не видно я беру запасом всегда 15 сантиметров вот но это будет устанавливаться в двадцать вторую волгу сидение 21 волги поэтому здесь я еще за буду закрывать арки здесь арки в этом месте есть я должен какой-то чехольчик придумать поверх и вот этой перетяжки с этой стороны так как это универсал здесь будет отделана досками ну типа паркетной доски или ламината это будет багажник так отделан поэтому задняя спинка она открыта сюда будет настилаться ламинат и примерно вот до суда а здесь арки идут у машины вот здесь я должен какой-то красивый чехол приступаем к сборке сидений прежде чем натягивать поролоновый каркас поролоновую основу мы должны сначала покрыть брезентом металл пружины я восстановил за ребятами халтурщиками которые мне так сказать привезли бросили сейчас я буду их все восстанавливать эти каркасы потому что много порванные проволоки на них пружины вот значит мы сначала накладываем вот такой брезент или ткань которая не тянется для чего это нужно для того чтобы вот когда человек садился происходило разрабатывание но как можно больше пружин как можно больше каркаса играла но под задним местом допустим водителя вот для этого используется нет не тянущийся материал на заводе кстати тоже используют не тянущийся материал там у них не брезент у них там типа того материала похожего в котором на ссср мыли полы я не знаю как он называется вот я использую обычный брезент стандартный заводской по эссеровским технологиям шитом вот у меня просто остатки остались я сейчас их употреблю так сказать значит он крепится вот такими колечками показывать здесь просто ничего ну что я буду показывать как я отрезал кусок материала и колечками пришлёпал немножечко натянув его вот и сейчас я буду натягивать поролоновую основу и на поролоновую основу буду натягивать чехол буду делать по одной детали это сидушка переднего сидения вот ужасно грязно все вот представьте как я сейчас буду бежевый салон вот натягивать на такой каркас это конечно ужас ну блин вот такие вот у меня заказчики то есть вот сами судите то есть как тут можно то есть я-то сделаю сделаю но я не могу же все делать за одни и те же деньги за тратить в два раза больше времени потому что ну мы все на работе и у нас норма часы есть так сказать вот ним не может я могу бесплатно работать я много бесплатно чего делаю но не до сумасшествия вот так что натягиваем поролоновую основу просто мы ее возможно где-то я сейчас ее закреплю а может быть просто натяну но по-моему на этих просто достаточно и натягиваем каркас уточнение каркас извините обшивку значит поролоновая основа она просто одевается просто одевается отделе и теперь будем натягивать вот эту обшивочку обшивочка натягивается сложно вот у меня вывернутые углы на самом деле надо сделать в обратную вот так и это тоже в обратную сделать и дальше ее натягивать потому что если вы не выверните углы вот этот поролон он очень плохо скользит сюда натягивать полиэтилен не надо он будет хрустеть вот поэтому это делается просто вы делаете кладете угол на угол вот и выворачиваете уже на самом угле углу получается вот то есть вам не надо просовывать каркас вот и здесь тоже самое сюда подтягиваете вот и выворачиваете на углу вот и получаются ровненькие уголочки дальше распрямляете его переворачиваете и крепим колечками ребята цветопередача ужасная конечно он имеет диван точнее материал не такой цвет который вам здесь показывается он такой ярко песочный здесь он какой-то ужасный ну ладно это не столь важно покажу как сделалось все как бы показать чтобы охватить весь диван тут просто все ровненько в общем все красиво значит какие особенности нашего советского автопрома это то что вот например каркас если посмотреть левую часть и правую они отличаются дело в том что вот здесь сидел водитель и он весь металлический каркас под себя сюда передвинул поэтому вот вот этот скос например отличается от того скоса ну пружинный каркас он ли возьмите любой пружинный каркас он весь кривой косой будет поэтому все мои клиенты которые привозят мне такие старые машины они все в курсе они уже как говорится ни одну собаку на этом съели вот и в общем все прекрасно понимают но я на всякий случай предупреждаю так что вот сидушечка переднего сидения получилось все красиво отстрочено нигде складочек не видите ну вот так как он дальше будет себя вести материал я честно сказать не знаю но вроде как хвалят вот это вот эко-кожу типа дакота вроде как нормальная вроде ничего с ней не происходит там через год через два вот значит следующее я приступаю так я не знаю к чему но скорее всего к задней сидушки но я расскажу в следующем вступление следующего следующей части вот уже от паре на убираем задняя сидушка значит поправили немножко металлический каркас каркас был ужасном состоянии пружины я имею ввиду обтянул презентом все на внатят как барабан и теперь устанавливаем поролоновая так сказать основание чехла что мы потом будем натягивать так вот он такой еще раз напомню что все кривое косое весь каркас кривой косой особенно вот в этих углах он кривой на 4 сантиметра в ту сторону или в эту сторону уже не помню плюс здесь все кривое косое в общем в ссср это было нормально так да все теперь я натягиваю натягиваю по такому же принципу заднее сидение имеет ряд особенностей значит когда вы разложили посерединке его ну точнее я его разложил посерединке у нас здесь два угла поворота и вот этот маленький значит мы разворачиваем по этим углам а маленькие потом мы делаем отдельно методом просто проталкивание изнутри поролона потому что два угла с одной стороны вы нормально не завернете все равно вот здесь будет воздух в этих маленьких уголочках вот в этих вот будет воздух то есть туда надо поролон сунуть прям жестко рукой изнутри все выворачиваем после того как разложили каркас я сразу предупреждаю весь кривой ну как и на передних сиденьях если сейчас посмотреть пойти туда он вроде бы прямой но если сверху смотришь он невозможно натянуть вот если вы любую волгу возьмете посмотрите это если есть там какие-то на ней линии но линии скажем так вот допустим горизонтальные линии если есть то вот эти вот косяки заводские заводом изготовителем кривизны так сказать и они видны но если у вас нет вот этих вот линии вы не кривизну не увидите на волга как правило ее нету там просто ткань она прямая и никаких этих косяков не видно но когда человек меня заставляет нарубать полосочки горизонтальные вот такие этот косяк очень хорошо видно заводской я не могу его растянуть я его растягиваю каркас настолько поролон мягкие в данном случае у них там вата напихана обычная вата я ее строительные не назову конечно но обычная вата вот это ужасно да и она как-то держит их каркас мы не делаем современные вещи из ваты мы делаем из поролона мой клиент меня огородил тем что не позволил мне использовать хороший поролон вторичный только первичный поролон то есть вот этот мягенький а положено сюда использовать вот здесь пятерка на лице трешка вторички тройка двойка первички или наоборот хотя бы двойка вторичного жесткого поролона и тройка первички тогда каркас лучше намного смотрится перетяжка вообще так что вот так иногда клиент хочет сэкономить там лишнюю тысячу блин при такой цене огромной на машину люди бывают опускаются до каких-то блин мелочей ничего не скажешь вот теперь его разравниваем и приступаем к обшатю скобами ребята это задняя сидушечка ну здесь я как и говорил вот в этом месте и в этом месте отличаются по ширине металлический каркас а так в общем получилось хорошо без складочек вот здесь обычно иногда бывают когда маленький угол поворота делаете то вот здесь иногда бывают складки вот на этом материале ну в данном случае я с углом поворота дружу поэтому все отлично получилось так теперь приступаем наверно к задней спинке самое сладкое оставим на потом это за передняя спинка там самое сложное самая большая деталь это задняя спинка задняя спинка спинка задних сидений она самая огромная вот сейчас я ее значит обложил нет него там обложил презентом и теперь устанавливаем поролоновый каркасик презент не надо обрезать он пускай там там остается он нам не мешает дальше можно немножечко помазать маслом вот в этих местах тряпочкой только не от души а немножко чтобы потом полегче было хоть немножечко как-то двигаться и натягиваем каркас каркас простите натягиваем чехол спинка заднего сидения готова еще раз извинюсь за цветопередачу потому что цвет вообще не тот который вы видите абсолютно не тот потому что здесь между топленым молоком и бежевым цветом а здесь в камере он видится ужасно отвратительным так что извините не могу настоящий цвет показать для этого надо выносить на улицу я думаю там будет более естественно но уже темнеет но и не буду я таскать там снег идет вот в общем получилось спиночка отлично без складочек все четко ровненько как должно и быть кстати хочу заметить что на изготовление а точнее на обтяжку одного сидения это уже при готовом поролоне при даже готовом брезенте уходит два часа минимум вот на этот ушло примерно два с половиной 240 это одна из сложнейших деталей одна из сложнейших деталей потому что она частично двухсторонняя у нее сверху идет сзади полоса то есть ее невозможно сделать просто с лица натянуть и по кругу скобами прилепить и на весь салон я вам сейчас скажу сколько уходит скоб но приблизительно около 500 600 скоб то есть представляете 500 600 скоб которыми я притягиваю сидение чувствуете сколько силы я трачу только на одни скобы чтобы обтянуть как следует как положено то есть завод конечно так не делает на заводе там более все халтурно было вот сейчас я тоже не рад машинами так что а тем более старинные машины всегда сложнее делаются чем более современные я уже упоминал ни в одном видео и приступаем к передней спинке четвертая часть спинка переднего ряда сидений президент натянул это они все так гремят ребята это вы замучаетесь ловить искать это все они все будут греметь они находят где греметь это старье так что я на это внимание обращаю когда он натянется он не будет греметь уже это он гремит сейчас пока не натянутый в общем брезент есть поролон и самая сложная натяжка ребята здесь так же как и спинки да я думаю даже наверное лучшие на всех на всех сиденьях надо использовать что полиэтилен то есть либо стретч пленку либо очень тонкий полиэтилен для натяжки чехлов то есть вот я сидушки в принципе натянул без но спинки задняя спинка не получится а вот это сто процентов не получится потому что ширина 10 представьте какой я сэндвич должен туда вовнутрь натянуть потому что если я сделаю больше ширину это будет ужас то есть вот это все надо засунуть в ширину 10 да он он сжимается изумительно вот но чтобы это все натянуть нужно его окунуть всречь пленку не буду показывать потому что это все ерунда четвертая часть спинка переднего ряда сидений получилось отлично и сзади соответственно ручки здесь нихром который может будут может не будут покрывать пепельница я все прикрутил на место так что все вот так смотрится все ровненько все чистенько все будем упаковывать сейчас попробую снять вам в паре переднюю пару заднюю пару и ребят если смогу то попрошу ребят из тюнинг ателье этого прислать мне фотки как это все в машине смотрится если нет то уж извините это моя часть работы я ее исполнил я считаю на пятерочку это потолочек обшивки дверей и комплект сидений так сейчас я да 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 сейчас я выложу попарно так ребята это вот фантазии на фта на на задний диван как смог вам разложил ну видео видео здесь конечно не очень потому что помещение освещение плохое но в общем и так все получается подальше это задний диван смог установил передний диван по-другому не получается вот как то так это все получается все большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал буду снимать еще если у меня удастся фотки попросить у ребят то я вам обязательно их предоставлю в конце ролика спасибо